Всем привет! Сегодня она предлагает к просмотру множество фильмов о далеком и близком будущем, о космических приключениях и путешествиях в космос. У многих этих фильмов есть общая черта. Героев тем или иным способом погружают в сон, либо замораживают, чтобы сохранить их тела и разум на время длительного путешествия. Интересно, существует ли что-то подобное уже сейчас, вот здесь, на Земле? И похоже ли современные технологии на то, что мы видим в кино? Сегодня мы рассмотрим топ-5 мифов о том, как устроены криокапсулы, которые позволяют сохранить тело человека на протяжении длительного времени. Но прежде всего, хочу поблагодарить компанию Криорус за информационную поддержку в подготовке данного видео. Итак, миф номер один. Все капсулы – это криокапсулы. Не знаю, как вы, но когда я вижу в фильме капсулу для путешествий, то я всегда называю ее криокапсулой. Вот криокапсула, и вот, и вот. На деле же в фильмах показываются две принципиально разные технологии, используемые для охлаждения человека – крионирование и гибернация. Соответственно, существуют криокапсулы и капсулы гибернации. И сейчас я вас научу, как правильных отличать. Во-первых, что это вообще такое гибернация? Гибернация – это когда температура человека понижается, но она все еще выше нуля. При этом значительно снижается метаболизм, и человек впадает в состояние спячки. Прямо как медведи. Такое искусственное, контролируемое охлаждение тела – это вполне реальная, существующая технология. Охлаждение тела используется в медицине, где нужно замедлить метаболизм и дать хирургам больше времени на сложную операцию. Мы охладим ее тело до 21 градуса по Цельсию. Это вроде зимней спячки? Если же говорить о космосе, то, к примеру, НАСА уже разрабатывает капсулу гибернации для недалеких космических путешествий. Например, на Марс. Человек в состоянии спячки потребляет меньше питательных веществ, и путешествие будет стоить дешевле. Правда, все это время он просто проспит. А что такое крионирование? Крионирование – это охлаждение человека до температуры ниже нуля. Причем гораздо ниже нуля. Это гораздо более сложная процедура. И криобиологи пока что не научились размораживать целого человека. Могут разморозить отдельные клетки, ткани или даже небольшие органы, но не человека целиком. Поэтому в космических путешествиях крионирование появится ой как не скоро. Несмотря на это, криокапсулы уже существуют здесь, на Земле. Людей еще не умеют размораживать, но наверняка научатся делать это в будущем, когда появится искусственный интеллект и другие продвинутые технологии. Существуют криокомпании, которые предлагают человеку заморозиться в криокапсуле в надежде, что в будущем получится разморозиться. Продается такая услуга, как страховка. И людей замораживает в случае смерти. А точнее на начальных ее этапах. Поэтому человек ничего не теряет. Если получится, в будущем его разморозят, оживят, вылечат все болезни, старость, и он будет жить сколько захочет. А не получится, ну, умрет, как и все. Итак, мы разобрались, в чем разница между крионированием и гибернацией. И теперь знаем, что далеко не каждый раз речь идет о криокапсуле. Переходим к мифу номер два. Миф номер два. Воздух в криокапсуле. В фильмах путаются не только с тем, по какому принципу работает капсула, но и с тем, чем она наполнена. В кино, в криокапсулах может быть что угодно. У одних режиссеров внутри просто воздух или кислород. У других вода. У третьих азот. Иногда речь идет о льде или глицерине. Но чаще всего сам момент заморозки просто-напросто пропущен. И мы видим уже итоговый результат. А как вы думаете, что находится внутри криокапсулы и с помощью чего замораживать людей? Запомните ваш вариант. Правильный ответ будет чуть дальше. В реальности выбор вещества для криосохранения не так уж велик. Очень важно, чтобы хладагент мог сохранять объекты при температуре минус 130 градусов по Цельсию. Так как именно при этой температуре в организме практически прекращаются все биохимические реакции. Именно поэтому популярный сухой лед с этой задачей не справляется. Его температура минус 79 градусов по Цельсию. И срок хранения биологических объектов составляет 5 лет. Маловато. Кроме того, сухой лед довольно токсичен для клеток. И еще он примерзает кожей. Поэтому с ним работают очень осторожно. Следующее распространенное вещество – жидкий метан. У метана есть свои преимущества, но все они просто меркнут перед тем, что метан просто отлично взрывается. И может разнести не только криокапсулу, но и все криохранилище, в котором оно находится. С ним могут посоревноваться разве что жидкий кислород и водород. Жидкий гелий. Это тот случай, когда перебор. Температура почти абсолютно ноль. Но его очень трудно хранить. Специальные двойные емкости нужно делать. Кроме того, для жидкого гелия характерна так называемая сверхтекучесть. Он через любую микрощель вытечет. А еще гели очень легкие, и его запасы постоянно снижаются, из-за испарения за пределы атмосферы. А значит в будущем цена на него будет только расти. Итак, чем же на самом деле наполнена криокапсула? Внимание, ответ! В современной практике криосохранения применяется исключительно жидкий азот. Его температура минус 196 градусов по Цельсию, что вполне достаточно. Азот интоксичен. Он распространенный, дешевый. Практически мы берем его из воздуха, который на 80% состоит из азота. В отличие от жидкого гелия, азот не обладает сверхтекучестью, поэтому с ним удобно работать. Азот не взрывоопасен. А еще жидкий азот даже к коже не примерзает. Как видите, при попадании на кожу он образует воздушную подушку и просто стекает. Теперь вы знаете, что в настоящей криокапсуле тело человека сохраняется исключительно при помощи жидкого азота. Все остальное – фантазии киношников. Со вторым мифом разобрались. Давайте следующий. Миф номер три. Дверца. В кино, когда человек пробуждается от крио-сна, дверца криокапсулы открывается, и герой выходит наружу. И сразу же начинает спасать мир. Если же обратиться к реальности, то дверца и криокапсула, мягко говоря, несовместимы. Можно допустить наличие дверцы в капсуле гибернации. Но не в криокапсуле. Суть крионирования в том, чтобы сразу же переместиться в далекое будущее. Нет смысла добавлять в криокапсулу дверь, чтобы воспользоваться ей один единственный раз за десятки или даже сотни лет. Главная задача криокапсулы – максимально эффективно сохранять холод в течение длительного времени. А что эффективнее всего сохраняет температуру? Конечно же термос. Поэтому криокапсула имеет форму большого термоса – дюара. Две стенки, а между ними вакуум. А теперь представьте в этом термосе дверь. Станет ли термос дверью более эффективным? Ну конечно же нет. А если не дверь, то как тогда человека помещают в криокапсулу и извлекают из нее? В дюаре, как и в термосе, есть такая большая пробка, которую откупоривают и помещают внутрь тела с помощью небольшого подъемного крана. Теперь все ясно. В кино герои входят и выходят из криокапсулы, как им вздумается. В реальности же криокапсула устроена в форме дюара. И тверца в ней, скажем так, не предусмотрена. Ну что, переходим к следующему мифу. Миф номер 4. Криокапсула для одного. Во всех фильмах в капсуле всегда лежит один человек. Даже в матрице, поработившей людей машины, каждому человеку выделили индивидуальную, личную капсулу. Справедливости ради, нужно сказать, что на заре крионики так и было. Первые криокапсулы были рассчитаны на одного человека. Но очень скоро стало ясно, что экономически это очень невыгодно. Общие капсулы гораздо дешевле, чем персональные. В один современный сосуд помещается от 4 до 12 человек. А в свободное пространство помещает еще другое добро. Колбы с образцами ДНК, контейнеры с животными, контейнеры с головами. Да-да, вы не ослышались. Кто-то решает сохранить только свой мозг, а кто-то не представляет жизни без любимого Тузика или Барсика. Подводя итог, реальность оказалась более прозаичной, чем картинка с фильма. Индивидуальная криокапсула – это дорого и неэффективно. Хотя, если у вас есть деньги, вы можете позволить себе и такую. Переходим к последнему на сегодня, пятому мифу. Миф номер 5. У криокапсул есть окошки. В каждом, почти в каждом фильме, в криокапсуле есть окошко или прозрачная дверь. Ну, чтобы было видно, кто же там такой лежит и что же с ним там такого происходит. В кино главное – показать зрителю лица актеров, которые лежат в криокапсулах, и как они потом просыпаются и приходят в себя. Для этого и нужно прозрачное окошко. В реальности же главное – термоизоляция и надежность криокапсулы. Давайте на минутку представим, что в криокапсуле действительно есть окно. Это сразу же увеличит теплопроводность, так как придется отказаться от теплоизоляции. А голое стекло отлично пропускает тепло. Значит, азот из криокапсулы будет испаряться быстрее. А азот стоит денег. Если вставить окошко, конструкция станет менее надежной. Хоть азот и не взрывоопасен, но при разгерметизации внутренней стенки и повышении температуры, важно, чтобы стенка выдержала возросшее давление. Мы об этом в отдельном видео поговорим. Окошко – это дорого. Одно дело – сделать цельные металлические стенки, другое – накрепко варить в них крепкие стекла. Вспомним, что в одной криокапсуле сохраняется сразу же несколько человек. Окошко для каждого делать. А некоторые люди вообще предпочитают сохранять только голым. Как быть в этом случае? Когда столько окошек, то проще уже сделать один большой стеклянный дюар. Но это будет совсем дорого и неэффективно. Кстати, со временем на стекле запросто может появиться налет. И пациента в капсуле уже не будет видно. Кто полезет и протрет стекло изнутри? Если же кто-то из близких захочет посмотреть на человека и убедиться, что с ним все в порядке, то гораздо проще и убедительнее будет просто достать его из криокапсулы и показать. Поэтому в криокапсуле и нет окошек. Сегодня мы рассмотрели 5 мифов о том, как устроена криокапсула. И теперь мы знаем, что настоящие криокапсулы не выделяются вычурным дизайном, обтекающими дверцами и красивыми окошками. Их делают максимально простыми, надежными и экономными. В прямом смысле, на века. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если вы хотите больше узнать о настоящих криокомпаниях, которые замораживают людей, я оставлю ссылки в описании. Встретимся в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok